добрый день мои хорошие прям сейчас наливаем чай готовым вкусняшки присаживаемся с вами поудобнее снова с вами ваш любимый николай сумсиков который вас знакомит с недвижимостью друзья сейчас я по просьбе наших уважаемых покупателей нахожусь в краснодарском крае а именно ленинградский район хутор андрющенко доме кстати по цене 690 тысяч общей площадью 58 квадратных метров земельный участок 41 сотка но это якобы друзья вот якобы хотел остановился перед этим будем хутор комс хотел загуглить какое население сколько чего расстояние друзья не получилось почему потому что к сожалению здесь интернета у меня нет это сейчас я говорю про мтс про других операторов пока не буду умничать что еще хочу сказать хочу сказать да ничего не хочу сказать хочу сказать а муж хочу сказать вот я сам запутался короче первый раз я в этом хуторе я надеюсь что нам сейчас хозяюшка век хозяюшка будет показывать или кто должна хозяюшка вот смотри андрющенко вот написано на воплотниров ска 9 километров тут у нас якобы кстати по левую руку мы проехали какую-то чего-то непонятно слушал я еду она у нас куда ехать час друзья так чаще чаще час а вон дальше улица едем о дом культуры кстати имейте ввиду мои хорошие если вдруг понадобится помощь поиски объекта недвижимости можете полностью на меня рассчитывать какой-то дом культуры скучновато да но у нас тут и он даже видно куда магазин почта там вдалеке ну какая-то цивилизация друзья тут оказывается существует по крайней мере асфальтированная дорога но врать не буду конечно не буду умничать не знаю что у нас будет за такую сумму за 690 тысяч мы сейчас смотрели один домик вот говорю как есть мы его не сняли потому что дур дороги от дороги вообще там нет вот просто ее нету так и вот она эта улица так откуда давай направо сначала давайте направо где-то у нас этот будет домик улица у нас вот она и и тут бы хоть бы таблички были на уменьшение да все значит разворачиваемся как хорошо иметь две помощницы и сразу две руки меня сразу клеща дали как поверни быстренько это не так на камеру культурно на самом деле они в жизни очень такие кровожадные но я шучу шучу да оксан вот это у нас новенькая друзья новенько она у нас в шоке увидела как компания по-настоящему работает мы хоть нормально работа замечательно замечая скажи другого варианта нету да сказать я так понимаю что у нас улица находится прям скажи мне ну на возле поля слушай тут трактора уже мне аж тут аж интересно что у нас за 690 тысяч друзья что у нас за 690 тысяч будет кстати имейте ввиду что есть ваш николай сумсиков его команда которая с удовольствием до вашего приезда приедет посмотрит поизучать для вас домики где-то замечательно где-то не замечательный кстати он там я вижу за участками типа камышей значит там типа какой-то водоем но опять же сейчас говорю типа меня дорога немножко уже не радует потому что дорожка не фонтан кстати обратите внимание загорожена какой-то проволокой а для чего это и чуть понять не могу типа типа мама моя граница не берите ничего видите девчонки для чего это не сделали я понять не могу вроде бы не от скотины надо попробовать потоком этой линии но видно что тут хаты какие-то были примут несколько ход ну заброшенный заброшенный тут уже вообще нету говорю заброшенных тоже сказано да ну газа я так понимаю что тут нету пока по крайней мере не пахнет это я сейчас про себя говорю не буду конечно умничать ой мороз мороз слава богу что а кстати все какое число 3 или 4 4 марта 2000 вот он дом да подожди а подожди а твой елки палки меня дедушка с полом о чу серьезно во муж это домик пока визуально хороший надеюсь что будет все хорошо а я так понимаю что там справа никто у вас уже не живет до за участком ухаживаете я правильно понял что вот это все ваша это все ваша так хозяйка не слышит меня и чё и чё не он так смотрит на меня а сколько ему лет вообще приблудился ля 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 гокс уже о как жеребец смотри как жеребец такой идет она давай давай а машин это от куклача он вообще дочка говорит он не птина и не воняет и вот эти вот у него не шерсть а как волос вообще не вонючий короче он рычит но не кусает а подскажите я так понимаю что у вас на участке как бы два дома или как этот дом ну как вот те кто здесь жил это дом еще их родителей и он старый я туда даже не захожу он на он в документах вообще не значит об основной дом у вас вот это но мы туда и туда попадем дали смотрю него света счетчик или это отключен нет идет от столба к этому дому а потом кабель к моему а это просто счетчик ваш стоит висит на вот это можно я ближе подойду к нему ничего себе фасад у вас я не на метров где-то 30 даже больше да фасад не я меду фасад ширина деревьев это смотрю это вишня да вот это это вишня это вишня же абрикос это орех за воротами это вишня это виноград там груша господи сколько всего а сам дом у вас кирпичный ли саман тут а этот сама но не но основа сама на я имею ввиду но мы сейчас зайдем это получается старенький домик они потом его обложили я смотрю даже кровлю они поменяли там печка внутри такая стоит там если бы у меня мужик был с умом и я его так давайте найдем вам мужика не пачок него жалко а у вас есть обозите в его времена выгнали в его времена выгнать все понятненько так основном домик вот он смотрю кры а сам дом какого года не помните так сейчас скажу скажите я заехал 7 лет назад 35 ну чуть больше 40 лет получил до 35 лет когда вы заехали выговорить а 20 вы короче меня запутали сами я сам год там я документы сейчас покажу там все расписано и он полностью кирпичный не пони я меду основа сама полностью кирпичная вот а скажите вот я так понимаю что вот асфальтирована дорога там маршрутки не ходят ничего такого там ходит автобус утром из станицы он идет в пять утра идет сюда коснострелецкий выбросовый туда кругом и опять через нас это сколько раз он ходит два раза два раза утром во сколько отсюда выезжаем он отсюда выезжать 7 08 а приезжает сюда потом потом приезжает сюда пол второго и все ну пол второго ну так вот объедет и не она и вы горите два раза он да а еще есть краснодарский автобус это прям сюда заходят он с краснодара идет через нас здесь у нас он 12 часов а потом со страницы он опять идет через нас и у нас здесь пол шестого вечера это через станицу ленинградского он проходит тоже а сколько ленинградского 100 километров не знаете 19 а такси не знаете сколько стоит 300 будет стоять а тут нет вот ребята которые местные вот таксисты собирают толпу и возят набер на работу так как утром на работу автобус идет 7 08 не ну обратно же тоже как-то забирать обратно но вот краснодарский уйдет 1710 он на ту же дэй гараж дистанцию на вокзал вот заезжает туда и там стоит с часу дня ждет а школы садики что у вас тут в школу возит три автобуса в садик пожить я три автобуса куда в станицу в ленинградской а садиков нету тут садик 4 километра а магазины я проезжал вот детдом культуры бывший вот этот тоже почему так карточка какой пластиковый мете виду так это что у нас да у вас деревьев тут предостаточно такой не очень удачный период времени а летом здесь скажи вот коль я бы приперся ты пораньше бы давали не попозже о я клетки смотрю да сделали с этого а зачем вы разбиваете их а зачем а зачем клетки то нормальные это внутри держали а соседи кто вы тут здесь она и видел дедушка видел я а там там получается у вас пусты смотрю несколько шеферин поменяли да что-то было вы знаете я когда заехала это четырнадцатом году зимой и тут снегопад меня завалило по крышу мне готовить и повезло не до такого на кубани но это еще и то что ветер задувает из-за поля так задувалась все здесь вот так поле чистое а меня вот так по крышу занесло и намело снега в этот а в этом году как занесло не в этом году был меньше и потом что снегу на меня я сижу дома думаю что такое у меня капает а вы две не можете от меня да я дверь тут я вообще откапывалась я же стала топить а ну что дом без меня стоял ну заносила бывало в эти дырки снег и ничего потому что дом холодный а я стала топить а там снег на а и начал к у меня ляп и штукатурка потом я сыну звоню говорю у меня потолок провалился молодец купила дом а сами откуда приехали а с это же станица ленинградского вообще-то из города приехала в станицу но у меня все родственники в станице родители родились в станице потом они уехали вот мы здесь не пройдем не я просто хочу посмотреть и я с это бычков до держите коробка это вы для чего делать этого издавать пути мясо ли пара еще до сдачу ты моя хорошая ты танцевать умеешь а так кору больше никого не держать у меня и бараны давай и бычьи бы и что-то тут не было а этот сена покупаете или сами косите сена вот огород мой а и как покос у вас за получается девчонки смотрите она бодается предупреждаю и она танцевать имеет короче тут у нее собаки дрессированные и эти дрессированные ну пойдемте с той стороны тогда зайдем ну а хлеб у вас тут по улицам возят такой или магазин надо идти вот этот которые там утром привозят 8 утра ну ребята все местные молодежь на работу в станице ленинградская вот тогда еще вот есть бригада вот вы проезжали наверно да 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 и там дальше химсклад ну там не очень много народу требуется а еще за схем склад вы имеете ввиду что это проезжали зигзагообразный в начале который поселка ну когда заехал нет вот вы когда свернулись трассу ну проехали километр четыре и там такая но за хутором вы имеете ввиду за хутором но я его назвал как в начале с той стороны обратно так давайте я тут по порядку это у нас типа будка и вода помещение так это мужа машина да а вы еще за рулем есть это сколько вы уже так это типа зернохранилище или это уголь держали газа у вас такого нету да тут это у меня для этих всяких химсклад химсклад получается карман здесь есть подвал да ладно вот подвал мне надо посмотреть давайте бутылку чтобы она не упала давайте не будем так аккуратненько чтобы даже унитаз если что при покупке дома унитаз подарок это я разбила унитаз поменял а у вас доме унитаз даже есть есть и унитаз ничего себе а у вас он не глубокий здесь не глубокий в доме есть огромный подвал он получается у вас вот на вот эту полоску и где-то с метр и все нет полностью небольшой так четверочка как вот без нее как это вот эти шиферинки вы меняли да вот которые с той стороны мы смотрели это чисто для мотоцикла как мастерская а тут что у вас а я вот через окно гляну тут а это у вас мотоблок смотрю тут хранит они не открывать и тут и понятно что а здесь я смотрю у вас как будто дом вот эта часть пристраивалась или я ошибаюсь как того что ничего пристраивали все понятно видно что частями как строится а это что у вас это это не дверь это окно это окно ну и вот не приходилось в котельную ему мыться и в туалет ходить кругу сколько дров хватает на зиму ну машина ну сколько много в вашем понимании много что это ну вот мы мы как ездим сами за дровами ну а вот так вот давайте вот у меня возок сейчас он там уже в станице прицепчик ну где-то наверное я 15-17 но а по машинам узнаете как камаз как вот но машина 2 пару газонов точно пару газона а сколько у вас вообще машина дров готовых стоит все равно же возят у вас это колотые дрова это чурки не не расколотый но нормальная просто и знаете вот это щипака короче грубо говоря если я не буду покупать две машины 20000 это колотый все я аж почему это у вас типа банки да а это унитаз отопление у вас только электрическим вот этим нет а я увидел все вот я увидел извините и вода горячего тот этого бойлера а скажите а канализация у вас или что ли просто выигранная яма и вас получается вы отсюда можете зайти сюда это сколько лет и жму от него пылюка это летит пылюка чё коровка а сколько ей уже девять месяцев ты молода молодой мой хороший давно коров я не гладил такая не боится а ты не боишься не боишься для шугаешься она ничего страшного все закрыли там а погуляет это у нас обратная сторона это получается дом потом они пристроили это вот этот септик я уже так понял нет вот эти два а вот это что это старый ну вот вы в котельной видели дырка да это я ее оставила мало ли там пол мою ли ли что-нибудь короче сейчас но ямки вот такие как вот этот я смотрю но сколько по времени прошло уже давайте заглянем если вы предложили давайте потому что держите я легко сказать тут попробую они пустые они пустые закрывать она как сделано как перелива не значит вода будет уходить уже уходить а я отсюда хоть посмотрю но трещи ничего такого смотрю нету даже гидроизоляция у вас сделано отмазка так интересно отмазку тут они сделали а тут а старая да это водичка у вас центральный водопровод перебои вообще бывает ну как перебои бывает где-то что-то труба ну а так вот например летний период напор меньше становится меньше становится да но знаете это если сюда кто-то заедет хозяин и он от дороги у нас вдоль улицы у нас сделано новую линия совсем недавно а от дороги и до дома надо вот такая длина кубина выкопать и проложить вы имеете у вас сейчас от старой линии ведет или что чуть не пойму давайте давайте вдоль улицы это я понял хороший водопровод это вода качка у нас своя бригаде от водопровода идет вот сюда где-то у меня вот здесь здесь видно у меня машина на ней ну там ну какая глубина чуть-чуть вот здесь раскапывайте землю а потом там кирпичами заложено и вот здесь так что тут надо сделать что надо сделать вот отсюда и до сюда и до дома поменять вы имеете эту трубу саму на лучше трубу на лучше дано поэтому маленький напор что трубе уже хана ну да мы напомним когда в городе жили но вода сейчас вот и включить она будет течь все нормально да кстати давайте посмотрим но мы в дом а у вас держишь вода я что-то забыл что давайте правильно молодцы молодцы это правильно это она включите в другую сторону так холодная так горячая сейчас пожить и а вот в это включите это душ душ только аккуратненько такой средний на ауту сразу меньше она выключаете туда два крана труба сразу на форме а насос не ставили до или так накопитель какого насоса никакого накопитель вода вода здесь отличная в странице вода вот апсины воняет вот это надо его это будку его куда-то на улицу сразу будете да так я что я хочу еще до конца туда смотреть просто есть люди некоторые накопители ставят автоматику она накопила я знаю мы были в этом в крыму ли видели да то у них тут воды не это у них воды полно мой потому что башка накопители да у них стоят этого сарайчики с той стороны мы зайдем да у вас широкий фасад сена вы тут хранить это понимаю там речка ли что можно я ближе подойду пока посмотрю чтобы вы пока с девчатами анекдоты потравите а вы имейте до типа подпрут что-то такое сделали да я понял сейчас я пройду посмотрю хорошо хорошо давайте друзья сейчас пойдемте посмотрим чтобы вы владели информации ну пока по наружу хожу смотрю вот но как цена 690 там конечно будущем я не знаю когда вы будете смотреть этот обзор цены периодически меняется кстати на всякий случай хочу еще сказать что будет ссылочка на всякий случай если вы хотите рассчитать ипотеку кредит будет у меня в описании ссылка банка переходите по ней там удобный калькулятор и все просчитает вдруг будет очень интересное предложение пожалуйста можете воспользоваться этими услугами ну видно что камыши здесь какая-то речка давайте сейчас ближе подойду посмотрю что за тут кто-то что-то вы а для чего я так и не понял я не знаю давайте ближе сегодня ветрено но зато тепло зато тепло а это у соседей пруд тут это люди взяли вырыли пруд вода стоит здесь а так речки тут и никакой было когда-то до спала но пруд люди для себя сделали все зафиксировали я надеюсь что он будет делиться по любому рыбалка не исключено но здесь конечно кто будет заниматься сельским хозяйством друзья это идеальный вариант будет по-любому я знаю что есть у меня и подписчики мои зрители которые просят и горит николай на отшибе на крайне чтобы никого практически рядом не было что было поле чтобы земли дофига было чтобы какая-то станица было что-то недалеко кстати если брать расстояние до ростова чуть больше ста километров до краснодара плюс-минус около 200 километров станица ленинградская как она сказала здесь расстояние 19 километров хуторок небольшой но земля кстати хорошая прям хорошая и честно прям прекрасно я скажу если голова руки мозги то здесь можно заниматься сельским хозяйством неплохо но опять же единственно ну бумгари тут видно что хозяйка огородом не занимается вот видно что вот здесь а только вы чуть-чуть что-то садит и все а так в основном у нас здесь трава растет и сайте перед двором простор конечно бешеный большая территория так как же мне тут пройти я думаю тут страду аккуратненько так песик барбосика пес барбос чё не рычешь так ничего пойдемте в домик вот там посмотрим да нам же хоз помещения пойти видите нас он еще слепой что ли это ничего не слышно а вообще ничего не слышно а как кушать а вот тут окна вы не меняли смотрю да 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 и час зайду сейчас зайду она самая теплая здесь вот только одна стена ух ты шнобейсик у вас тут машина когда снег дождь сюда вы их загоняем на весь я сюда не захожу я скажу еще потолок для этой хаты нормальный печка действующие да да ладно заложники брали сто процентов а потом выгоняете как вы говорите это сколько с мужем живете на участке два дома типа кладов когда у них было когда-то это газовый баллон у вас тут стоит почему газ сейчас у вас возят это прям возит туда ранее нет а вот это что у вас это вот цептик да типа под вот это что-то а у вас получается вот здесь кухня это кухня у вас вот он септик потому что был старый дети приехали как начали лить он писал переливаться это получается восход помещение я еще оттуда да получается да вот по вот эту это соседние уже но вот смотрите кто там хочет если они такими там хотят хозяйством заниматься вот за этим участком я ухожу а там вот где последняя курица ходит я вижу там другой участок уже он продается и почему вообще от курицы и до того дома почему 80 тысяч это сколько земли а вот там мы их чуть-чуть на поменьше вот за эти этот ничейный вообще потерянный короче пасти куз можно яйко спас я баранов здесь послали бы кого только не после а вот тут что у вас мы сейчас стоит не хорошее помещение а сами куда уезжать потом вода выведена даже у меня . покупает квартиру в городе это в городе каком и вы к ней потом приезжает нет я к мужу поеду муж в станице у него там мать заболела смотрю тут чуть-чуть у вас это забетонирована часть человек замерзла что ли ты чё жара заходите не разувайтесь сейчас серьезно сейчас я как-то вытеру хотя бы но я не девчата чисты это я один очистил к за навесом иду-иду-иду-иду-иду о вижу чистил к сейчас мы почистим что за дом и без чистил отлично сычута нас окружает вот так прям я же дверь хороший так заходите что я закрыл шпай не выскочили давайте я вот так заходи а ты собак боишься так здесь прихожая да сейчас я хочу ты боишься прыгают здесь а это прихожая не отапливаем а до ой тут же металлическая дверь господи и собаки и коты и кого тут нету здравствуйте иди сюда иди сюда иди сюда заходи девчата заходите да что это такое я сейчас все заходите хозяйка так девчата пройдите куда-то дальше чтобы не понять визуально так это прихожая а холодильник у вас тут стоит да он там стоял я сюда перетащила потому что зимой прихожая холодно туда выскакивать это кухня у вас на чердак смотрю то газовый это баллон это тот который я видел сюда подходит и здесь центральный водопровод тоже а летом скажите еще меньше напор будет ну как я открываю я не знаю почему сегодня такой напор маленький так вообще напор нормальный и водичка горяча отсюда курточка есть яйца есть счетчик есть все пломба висит какашки тоже есть я между это кошачьи готов да коты больше их на бояться так а вот тут что это проходил это спальня или что это такое а это они тоже пристроили вот видно что отличается они а это мыши сажали до верт смотрю вот голодные мыши это кондер или это отопитель что-то понять не могу кондиционер система это вот отопление все у вас идет от того котла окно на открывание я думаю это типа гостиная до потолочек то чуть-чуть провисать как старые добрые времена и тут кондер до смотрю вас ничего а вас и ноутбука интернет откуда интернет вы видели на на крыше большая длинная а чего это что ловит антенна от антенны кабель модем sim карта оператор какой мегафон но любой можно поставить просто у нас нтс плохо ловит единственное что но у вас youtube вот так интернет хорошо ловит а так вот это останется но я на всякий случай оставит спрошу нет вот смотрите интернет так нормально скорость хороших смотрите вот этот сайт видите вот что я тут получаю что то вы что-то откройте любое там что просто увидеть как она открывается где вы там фейсбуке там ты в тик токе где в этом лазить я новостях вконтакте с детьми нормально вот пришли так здесь полы пока полы смотрю более-менее нормально а это царапина дивана до что окно открывание вот это глухую обоих окна вы имеете ввиду да потому что я сплю в ней тепло со всех сторон а это вот эта комната которая проход получается ванна и котельная раз так подложилась ну да а я представьте помоюсь кругом войду я простудилась короче вот это деревянные окна получается раз если ваши протеже не соберутся покупать я может еще успею поменять я потихоньку все тут так более-менее в божеский вот мне помощь сколько пенсия сейчас у вас сейчас минималка дойдет получается 10 400 получается прихожая кухня спальня там еще спали а ну давайте мне просто эта площадь откуда она ведь похозяйничай давай получить какая отлично участок давай 41 а техпаспорт есть посмотрите это домовая год 85 уже вижу буду не все пристройки чё-то и было чё-то гель дом кирпич вижу 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 она пола сам дом открой планировка вот он ну да вот навесик прихожая сюда совпадают вот это вот это вот это единственного это это у нас отдельно она вернись обратно одну страницу еще да там вот он вот она ну что мои хорошие посмотрели домик все увидели хозяйка нам все подробно рассказала не только про дом и про свою судьбу вот что могу сказать пишем конечно свое мнение касается этого домовладения максимально мы все размером там сделали рассказали вам если понадобится вам помощь в поиске объекта недвижимости если вдруг вы что-то увидели на авито наца неважно где вы хотите до вашего приезда чтобы калюня поехал и снял обзор друзья можете полностью нас рассчитывать пишем ваше мнение с вами был николай сомсиков всем пока пока